Мы сегодня уже еще попозже поговорим с вами и про тренды в этом рынке, и познакомимся с проектами, которые будут расти на Хакатоне, и с самой технологией Хакатона. Но вы для себя должны знать. Хакатон состоит из двух слов. Кто знает? Василий знает. Это все, что касается наших мозгов, людей, которые способны что-либо делать. Второе слово, сокращенное слово, слово марафон. Ребята, у вас есть 48 часов на то, чтобы показать, на что вы годны, на то, чтобы сделать прототип своего продукта. Сегодня мы делаем первый Хакатон вместе с Высшей школой экономики и Центром прототипирования Высшей школы экономики на площадке Технополиса Москва. Здесь есть Хакспейс, ему уже почти полгода. И вот сегодня мы соединяем наконец-то наши усилия в том, чтобы развивать целое направление мейкеров. Ребят, которые увлечены электроникой, которые умеют и хотят делать это здорово. Ну и наша задача сделать это еще и выгодно. Хакатон самый популярный формат по развитию новых продуктов. 48 часов всем, как правило, командам дается для того, чтобы создать совершенно готовый прототип, который можно будет предъявить экспертному жюри. Обычно в жюри входят и инвесторы, и инженеры профессиональные, представители корпораций, которые заинтересованы во внедрении этих продуктов, этих инноваций, технологий и так далее. Инвесторам интересны всегда команды творческие, которые способны что-то создавать. Потому что, ну, не секрет, что стартапов много, а тех, кто реально способны создавать готовые продукты, очень даже немного. И я вам могу сказать, что каждый Хакатон в среднем это 10-12 новых продуктов. Не все из них взлетают, но большинство из них продолжают работу и как-то трансформируют свои продукты. Сегодня Хакатон посвящен носимой электронике и всему, что касается интернета вещей. Это один из самых растущих сегментов на сегодня в рынке. Даже вот по данным совершенно свежих исследований, по прошлому году рынок интернета вещей в мире, рынок сделок инвестиционных в интернет вещей составил 14,3 миллиарда долларов. И только за первый квартал этого года уже 14,8 миллиардов долларов. Рынок растет колоссальными темпами, и нам имеет смысл сюда встраиваться. Мы сегодня как раз будем говорить о тех продуктах, которые востребованы рынком. Это могут быть различные девайсы для контроля нашего тела, состояния физического организма. Это может быть любая электроника, которая контролирует наши приборы внутри помещений для бизнеса, для обычных клиентов, для жителей. То есть это все, это очень широкий пласт электронных устройств. Надо сказать, что для производства электронных устройств на самом деле нужно не так много оборудования. Да, 3D принтеры пригождаются, иногда фрезерный резчик пригождается, но очень редко. Паяльные станции пригождаются, иногда программные комплексы какие-то определенные и ручной инструмент. Ну и самое главное мозги ребят, их творческая энергия. Практика показывает, что а выигрывают те, кто уже готовая команда. То есть они уже как минимум не первый раз друг друга видят. Б. У них уже есть понимание того, в какую сторону развивать дальше этот продукт и хотя бы визуальное понимание вообще вот самой структуры продукта, какие нужны будут элементы и так далее. Здесь приходят они для того, чтобы встретиться а, с экспертами по отрасли, б, ну поработать на оборудовании, потому что не у каждого есть дома 3D принтер, прямо скажем, может быть пока. И третье, друг с другом, потому что самое важное вообще, что происходит в Хакатоне, это всегда нетворкинг, это всегда общение. Потому что даже что-то можно не уметь и тут рядом подсмотреть, как рядом твой сосед то же самое паяет и придумать, и ровно так же сделать. Или вот я вижу, как у них распространяются навыки кодирования, программирования, связок с мобильными приложениями, там, софт, они как рожают вместе. Просто это действительно очень такая живая среда. Вообще, на самом деле, даже вот последний наш конкурс для масс-челленджа, это ведущий мировой акселератор стартапов показывает, что инвесторы сейчас вкладывают деньги в хардвер. И у нас уже вышли первые компании на IPO, и это номер один все, что касается наших трекеров по телу, ну то есть любых приставок, гаджетов, которые контролируют наше тело. Это один из самых первых гаджетов, ну в смысле первых трендов. Второе направление, оно очень характерно для Европы, персонификация всех вещей, которые у нас есть. То есть нам уже не интересно носить просто какие-нибудь браслеты, например, да, а нам интересно носить браслеты, которые напоминают, я не знаю, чтобы надо быть в хорошем настроении или попить воду и так далее. То есть вот какие-то вот такие интересные штуки, это больше для фана. И третье, конечно, те устройства, не только носимые, вот какая-то носимая электроника, но и устройства, приборы, кружки, какие-то предметы бытового, скажем, применения, массового потребления, в которые встраиваются различные электронные там устройства, дополнительные функции, опции. Сначала это продается именно как фан, как подарок, а потом это становится массовым сегментом рынка. И так, в общем, это все растет. И четвертый, наверное, четвертый тренд – это промышленная электроника. С точки зрения денег самый, наверное, самый колоритный сегмент, потому что это касается любых беспилотных аппаратов. Мы сегодня, кстати, тоже можем это посмотреть. Это касается любых там, знаете, безуправляемых, самостоятельных машин погрузочных. Вот я сегодня буду рассказывать, например, про кейс, смарт-корзина для магазинов, например, которая отсчитывает, сколько ты там купил продуктов сразу и так далее. Ну, то есть вот этот рынок, именно B2B-шный рынок, он тоже очень активно растет. Пока в России не так много примеров, но в мире это уже давно растущий бизнес. Вот там даже есть действительно выходы на IPO. Я бы вначале хотел сказать несколько слов о Технополисе Москва. Технополис Москва на сегодняшний день – это крупнейший в России высокотехнологичный парк. На текущий момент мы объединяем порядка 30 высокотехнологичных компаний-резидентов. Все на сегодняшний день – это крупные и средние промышленные предприятия, которые выпускают различную продукцию в пяти или шести направлениях. Это микроэлектроника, это композитные материалы, это биотехнологии, это фармацевтика и тому подобное. Но являясь такой некой точкой притяжения в Москве для высокотехнологичного бизнеса, мы понимаем, что инновационное развитие – это не только крупные компании. В первую очередь это малый и средний бизнес. И поэтому мы считаем безумно важным заниматься популяризацией инновационного предпринимательства, в том числе среди студентов и молодежи. Но в первую очередь у нас есть некий собственный интерес, потому что мы бы хотели выращивать собственных резидентов, то есть принимать компании не только на мелкую и крупную сборку, но и в том числе вести стартапы от идей до прототипа. И в первую очередь мы ориентируемся именно на компании производственные, на компании совершенно различных направлений, высокотехнологичных, от микроэлектроники до каких-то более точных направлений. В рамках своей работы мы столкнулись со следующей проблемой. В России огромное количество технопарков открывается. Есть такие передовые регионы, как Москва, Татарстан, Калуга. Но в большинстве случаев технопарковые решения – это компании от идей до прототипа. И когда компания входит в некую стадию, когда ей необходимо коммерциализироваться, когда ей необходимо выйти из мелкой серии в крупную серию, таких площадей практически в России нет. И мы пытаемся стать вот именно такой площадью, которая бы предоставляла возможность компании выходить именно в мелкую опытную производственную серию, таким образом помогая компаниям коммерциализироваться. Мы надеемся на долгосрочное партнерство с Высшей школой экономики и планируем, что вот такой инфраструктурный объект станет некой площадкой, которая даст нам дополнительный value, в том числе и с нашими будущими партнерами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова